Этот ролик является гайдом для тех, кто заинтересован в моддинге игр Carnivores. Конкретно это видео затронет процесс замены текстуры на игровых моделях, будто динозавры или оружие. Чтобы проводить подобные манипуляции, необходима программа C3DID. Я использую версию 1.5.1, функционал которой достаточен для портирования скинов. Достать эту и некоторые другие программы можно в дискорде, посвященному моддингу хищников. Ну а для удобства я в описании оставил ссылку на Mediafire с архивом конкретно этой программы. Сначала нужно получить текстуру, которая есть сейчас на модели динозавра. Для этого необходимо загрузить кар существа из папки HandDat, которая расположена в папке с игрой. После выполнения этого действия жмем одним кликом, иначе программа вылетит на вкладку текстуры. Далее жмем экспорт. Открывается окно, в котором мы выбираем папку, в котором мы сохраним тега файлы и вводим его название. Сохраняем. Дальше открываем этот файл программы, которая поддерживает работу с форматом TGA. В моем случае это слегка устаревший фотошоп. Проводим какие-то визуальные манипуляции над этой текстурой. После этого сохраняем файл в формате BMP с вот такими настройками. Теперь возвращаемся к нашей модели. Используя вкладку текстуры, теперь уже импортируем измененный нами BMP файл и осматриваем на предмет ошибок и некоторых несоответствий. Если нас все устраивает, сохраняем кар динозавра с новой текстурой. Желательно для таких экспериментов выделить отдельную копию игры. Но также вы можете просто использовать уже сохраненный тега с оригинальной текстурой, повторив операцию с сохраняем BMP, если что-то пойдет не так. После всех этих операций мы можем просто зайти в игру и оценить результаты наших трудов. И вот, с помощью таких нехитрых действий вы можете приобщиться к моддингу игр. Конечно, есть нюанс в виде того, что я упустил очень важную деталь рискининга. А именно редактирование или создание текстур с нуля. Возможно, в будущем я еще затрону, как я создавал эту текстуру велосераптора или пак рискина оружия. Но это в своей сути будет уже гайд по фотошопу. В любом случае, это лишь малая часть возможностей моддинга. Как только я освою следующее направление моддинга, я расскажу вам свой опыт. Ну или другие заинтересованные лица начнут создавать свои гайды по тем или иным аспектам моддинга. Так или иначе, но я попытался сделать свой вклад в развитие сообщества хищников. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал и заходить в телеграмму. Будьте любезны, окажите мне такую услугу. Ну, а на этом пока что все. Бывайте, не забывайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!